В Омске у спасателей появился новый пожарный автомобиль. Стоит он более 8 миллионов рублей. Он небольшого размера, но должен облегчить работу спасателям. Его уже опробовали в деле. Подробнее Елизавета Василевич. Современный, динамичный и мобильный. В салоне этого авто хватит места для шестерых человек. Топливо машина потребляет в два раза меньше, чем стандартный пожарный Урал. На этой машине все намного проще, чем на больших, допустим, муравах, зилах. Тут комфортно, все видно как спереди, так и сзади. Сзади присутствует камера. Но главное, теперь к месту тушения добраться будет легче, несмотря на узкие дворы и много припаркованных в них машин. В большинстве микрорайонов на Левом берегу часто вообще не развернутся. Новый автомобиль будет работать на территории Кировского округа. Именно здесь последние годы активно строят многоквартирные дома. И подъезжать к ним, в отличие от частных, гораздо проще на маневренном небольшом автомобиле. Еще одно преимущество – новый страховочный трос, который светится в темноте. Обычный, стальной, не так практичен, говорят спасатели. Да и запутаться в нем легче. Он более гибкий, имеет два режима подсветки – постоянный свет и мерцающий режим. Очень хорошо виден в плотном задымлении. То есть легко ориентироваться в подвалах, в каких-то больших помещениях. Длина высоконапорного рукава на катушке – 90 метров. Это выше девятиэтажного дома. Запас воды у автомобиля – один кубометр, плюс еще 100 литров пенообразователя. Это, конечно, меньше, чем у Зилов и Уралов. Однако спасатели говорят, что этого вполне достаточно, чтобы погасить пламя, охватившее квартиру или машину. Кроме того, небольшой расход воды при тушении снижает материальный ущерб. Для ликвидации дорожно-транспортного происшествия в автомобиле предусмотрена и автоматическая катушка с лебедкой, которая выдерживает 10 тонн. Пока такая машина есть только в Кировском округе. Однако, возможно, и в других частях скоро появится новая техника. Елизавета Васильевича, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.